В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях главный врач онкологического диспансера Михаил Рязанцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Евгеньевич, онкологический диспансер стал первым медицинским учреждением в регионе, где стали записывать пациентов на приём через мессенджеры. Как работает эта система? Понимаете, с чем это связано? С недостатком площадей, с тесностью наших коридоров поликлинических и так далее. И неудобством, естественно, пациенты из районов приезжают. Мы приняли решение записывать на приём пациентов через WhatsApp и Viber. Все данные есть на сайте онкологического диспансера. Но хочется подчеркнуть, что речь идёт не о первичных пациентах, которые по-прежнему в поликлинику онкодиспансера попадают по направлению районного онколога или онколога поликлиники городской, а именно о тех, кто уже состоит на учёте, лечится там или ранее проходило обследование, на которых заведена медицинская документация в поликлинике онкодиспансера. Вот эти пациенты могут записаться через WhatsApp и Viber на приём, с ними связываются и, как бы сказать, оговаривают удобное время, удобные часы для приёма. А с чем связана вот эта необходимость тем, кто идёт на первичный приём, всё-таки получать именно направление? Ну, дело в том, что просто по желанию пациента, ну, сами понимаете, масса информации в интернете и по телевидению, человек не может объективно интерпретировать вот этот вот поток информации и оценить состояние своего здоровья. И, естественно, если все желающие без разбора пойдут на приём в поликлинику онкодиспансера, то просто возникнет хаос, потому что обращаться надо уже людям, которые действительно имеют серьёзное подозрение или нуждаются в углубленном обследовании и так далее. А для этого как раз существует сеть районных поликлиник, где в штате районные онкологи и в поликлиниках города также онкологические кабинеты с врачами-онкологами квалифицированными, которые могут первично установить, нуждается ли человек в направлении в онкодиспансера или нет. Всё это позволяет упорядочить приём, просто и сократить время ожидания, время пребывания и так далее, потому что, конечно, нагрузка на амбулаторную службу онкодиспансера чрезвычайно высока, потому что фактически мы обслуживаем всю область с населением миллион 150 человек. Поэтому, естественно, если все поток такой пойдёт, то очень трудно будет разобраться, и качество обследования, естественно, неизбежно снизится в этой связи, поэтому, естественно, надо по направлению специалиста, которые уже оценят, надо направлять или не надо. А сейчас какая статистика по заболеваемости онкологическими болезнями у нас в регионе? Традиционно у нас область одна из самых неблагополучных в Центральном федеральном округе по количеству людей, заболевших онкологическими заболеваниями. Связано это со старением населения. К сожалению, наша область одна из самых неблагополучных в демографическом отношении. У нас где-то около 27% людей пенсионного возраста. А так как онкологические заболевания всё-таки связаны с старшей возрастной группой в большинстве своём, и это обуславливает наличие большого количества онкологических заболеваний, которые именно среди возрастного населения распространены в большей степени. Мы понимаем сами, что шанс вылечиться от этого заболевания есть, ну, вернее, выше, если оно выявлено на ранней стадии. Ну, это несомненно. Естественно, ранняя диагностика – это путь к выздоровлению, потому что запущенные стадии лечить очень тяжело. Хотя сейчас масса препаратов. Дело в том, что вот, ну, я более 30 лет работаю в онкологии, первый раз в моей профессиональной жизни такое событие, когда отпущено очень много денег на борьбу с онкологическими заболеваниями, и мы получили возможность приобретать самые современные препараты, которые очень эффективно бывают при лечении, и даже распространённых стадий. Хотя следует подчеркнуть, что не при всех заболеваниях и не у всех пациентов возможно это использование. То есть, если я сейчас скажу, что мы прям вот всех лечим, опять же, неправильно поймут, начнётся поток пациентов, требований и так далее, потому что препараты назначаются не по желанию пациента и не по желанию его родственников, а по показаниям. То есть, если есть показания к назначению данных препаратов, значит, они будут назначены. И вот сейчас как раз возникла такая ситуация, когда ранее от нас люди уезжали в Москву, потому что, к сожалению, в Рязанской области не хватало финансов для того, чтобы приобретать эти современные препараты. Сейчас ситуация, мне кажется, в обратную сторону развернулась. То есть, возможность химиотерапевтического лекарственного лечения в Рязанской области в настоящее время шире, нежели в Москве. Это связано с трафиком, потому что ехать в Москву туда ложится, когда можно всю помощь здесь получить на самом современном уровне. Сейчас какие методы лечения применяются в онкодиспансере? Ну, все самые современные методы, которые используются в современной онкологии, применяются в онкодиспансере. То есть, это, естественно, хирургия, это радиология, гормональная терапия и лекарственная терапия. Другое дело, что круг лекарственных препаратов, используемых при лечении онкологических заболеваний, значительно расширился благодаря современным научным достижениям и, опять же, адекватному финансированию, которое позволяет все эти безумно дорогие препараты приобретать и использовать для пациентов. В этом году появился дневной стационар в онкодиспансере. Скажите о его работе и как помогает пациентам таргетная терапия. Не надо ассоциировать таргетную терапию с дневным стационаром. Это не обязательно дневной стационар. Но дневной стационар позволяет разгрузить круглосуточно, естественно. И люди, это в основном доступно для городских пациентов, которые могут прийти, получить лекарственную терапию и к вечеру уйти домой. Вот это очень удобно для пациентов в первую очередь. Такие же койки дневного стационара открыты сейчас в межрайонных центрах. В Рязанской области это Шиловская районная больница, Сасовская, Касимовская, Скопинская и Ряжская. Там тоже открыты койки дневного стационара, где по рекомендациям консилиума врачей-онкологического диспансера районные онкологи проводят химиотерапию. Все-таки хочется еще раз вернуться к таргетной терапии. Для каких пациентов она применяется? Таргетная терапия, само слово таргет, мишень, это биотерапия так называемая. То есть моноклональные антитела, которые являются дополнением к химиотерапевтическому лечению. Во многих случаях очень эффективно и усиливающим действиями химиотерапии. Вот сейчас уже помимо таргетной терапии существует иммунотерапия. Не та, которая прежде была, а именно сейчас новыми совершенно препаратами. Вот при некоторых локализациях они очень эффективны, потому что в общих чертах это же лекция на целый день, если говорить о таргетной терапии, потому что не хватает, как раньше, допустим, одного морфологического исследования, то есть под микроскопом смотрят, необходимо для того, чтобы определить чувствительную опухоль к таргетным препаратам или не чувствительно. Приходится использовать иммуно-эстохимические методы исследования, это у нас есть. Молекулярно-генетические методы исследования для иммунотерапии, этого, к сожалению, у нас нет, и в Российской Федерации всего пока 12 медикогенетических лабораторий, все они расположены в федеральных центрах. Вот приходится направлять пациентов туда, но часть производителей лекарственных препаратов, именно вот этих иммунных, некоторым видом пациентов с опухолями определенных локализаций, оплачивают и берут на себя, как бы сказать, трафик. То есть мы просто забираем материалы, они уже по курьерской почте эти проводят анализы в федеральных центрах, и уже потом мы на основании вот этих вот анализов назначаем, потому что большинство вот этих современных препаратов, таргетных и иммунных препаратов, не может быть назначено без иммуно-эстохимического и молекулярно-генетического исследования, потому что они могут оказаться совершенно в холостую, если просто их слепо назначать, а стоимость их очень высока, поэтому, естественно, таргет это и есть, вот я говорю, мишень, поэтому прицельно должно быть использовано, то есть для этого все необходимые исследования должны быть проведены. Ну, основная масса возможностей имеется в нашей морфологической лаборатории, она очень хорошо оснащена, у нас стоит большая роботизированная система, как раз для иммуно-эстохимической проводки современная. Вот сейчас планируется приобрести сканирующий микроскоп, который позволит дистанционно консультировать стеклопрепараты с головными центрами, с ведущими под морфологами страны, без выезда пациентов, без выезда наших специалистов, просто по интернету. Это в этом году? Планируется в этом году, ну, вот, пока не готов сказать, но если не в этом, то в будущем точно, потому что сейчас как раз идет распределение финансов между томографами, то есть острая необходимость, что есть, то есть что первоочередная задача, ну, посмотрим, если удастся, может быть, и в этом году тоже. А в диспансере постоянно обновляется оборудование? В этом году что нового приобрели? В этом году приобретен ОФЭТ-КТ, то есть это гамма-камера, совмещенная с компьютерным томографом. Это оборудование уже имелось в диспансере, но просто ресурс выработан, и сейчас более современное этого класса оборудование будет установлено в радиоизотопной лаборатории. Также планируется приобрести компьютерный томограф для разметки и подготовки к лучевой терапии и комплекты лапароскопического оборудования для выполнения лапароскопических операций. Остается важный вопрос о строительстве нового корпуса? Да, это крайне болезненный вопрос для нас. Сейчас проведена, уже проект готов, проектно-сметная документация, проведена экспертиза этого проекта. Осталось дело за малым, сейчас, я так понимаю, определяется соотношение финансирования федерального центра и регионального финансирования, и, я думаю, в ближайшее время начнется строительство корпуса. А где он будет располагаться? Он будет располагаться на месте этого старого корпуса, поэтому для того, чтобы нам вселиться в новое, для этого нам придется переезжать в помещение, ну, пока окончательно место не определено, куда будет переезжать стационар. Вот темпы строительства не готов сказать. Для примера могу сказать, что вот этот вот корпус радиологически новый на 100 коек строился где-то около 9-10 месяцев. Причем качество строительства и отделки было очень высоким, до сих пор, как бы сказать, оно выглядит как новое, хотя уже 10 лет прошло. Мы очень довольны этим новым корпусом, и до сих пор мы не перестаем радоваться этому корпусу радиологическому, поэтому надеемся, что и хирургически такое же будет. Конечно, стена – это важно, но, тем не менее, лечат у нас люди, и хочется поговорить о кадрах. Хватает ли специалистов в диспансере? Конечно, сейчас кратно возросли нагрузки на персонал и на врачей, на средний персонал в связи с интенсификацией труда. Мы с удовольствием бы еще приобрели себе докторов, тем более институт выпускает квалифицированных клинических ординаторов. Но пока строительства не произошло, ни поликлиники, ни корпуса, нам их, к сожалению, размещать негде, негде посадить. А так, я думаю, мы с удовольствием поимели бы в своем штате еще 5-8 человек докторов. А кадры у нас очень квалифицированные, высококвалифицированные кадры. И отделение химиотерапии чудесное, и отделение радиологии чудесное, и хирургии, все замечательно, анестезиология. Я считаю, одна из самых лучших в городе, с прекрасными анестезиологами, которые позволяют нам выполнять операции с самого большого объема. С каждым годом все-таки ведется разработка новых методов лечения рака. Где и как ваши специалисты проходят дополнительную подготовку? Дополнительную подготовку наши специалисты, особенно если это связано с внедрением новых методик, они проходят на базах головных. То есть для нас это, ну, раньше он назывался Московский научно-исследовательский институт Герцена, теперь это объединено, как бы сказать, коалицией. Это и Вобнинский центр рентгенорадиологии, это институт рентгенорадиологии в Москве. То есть все это объединено, введены конгломерат онкологических учреждений. Там, в Санкт-Петербурге, проходят. То есть по потребности стремимся направить своих докторов в те клиники, где наиболее оптимально лечение тех или иных, локализация тех или иных методик. В гостях программы «Городские встречи» был главный врач областного онкологического диспансера Михаил Рязанцев. Спасибо, что пришли. Очень приятно было с вами пообщаться, потому что такие вопросы. Именно чувствуется, что человек готовился к эфиру. Интересно было беседовать. Спасибо вам. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова